Министр образования и науки Бахчан Турсон Джумагула в своем докладе озвучил ключевые точки Россистемы образования и науки, динамика которых за последние два года впечатляет всех нас. Я бы хотел остановиться на отдельных вопросах системы высшего образования. В последние три года формируется конструктивная основа взаимодействия экономики и систем подготовки кадров. Однако отдельный вопрос нуждается в поддержке работодателей Министерств и ведомств. Так, актуально остается вопрос создания национальной системы прогноза потребностей в кадрах в разрезе конкретных специальностей. В настоящее время в стране насчитывается более 120 отраслей производства с объемом выпуска более 1 миллиард тенге. И еще больше с меньшими объемами. Многие предприятия относительно молодые. Как показал анализ, более 97 видов продукции показывают рост за последние пять лет. Многие стабилизируют выпуск, а порядок наблюдает снижение производства. В ВУЗы в этих условиях самостоятельно определить не могут такую постоянно колеблющуюся потребность. И в этой связи необходимо определение качественного прогноза потребностей специально отдельно организации или института, это будет или центр, не знаю. В настоящее время большую часть проблем снимает внедрение производственной практики. Проводимые министерством образования и интенсивные политики уже дают плоды. Теперь студенты, да и ВУЗы в целом, стали лучше понимать нужды производства. Корректируют свои учебные планы, а предприятия могут заранее приглядеться к будущим своим кадрам. И на наш взгляд, здесь внедрение системы представления и квалификации работодателями окажет позитивное воздействие на качестве подготовки специалистов. Подобная обратная связь, несомненно, отразится на содержании обучения. Среди вопросов, которые требуют безотлагательного решения, это вопрос о трудоустройстве выпускников, обучающихся по госзаказу. Сегодня выпускники грант не доезжают до места работы по причине отсутствия средств. Мы тратим миллионы, а у нас не хватает где-то порядка 10-15 сот тысяч тенге. Поэтому считаем, необходимо возобновить выплату подъемных, для того, чтобы молодой специалист мог доехать до места работы и обустроиться хотя бы в начальный период. То, что сейчас делается, это как бы на общественных началах по инициативе местных органов власти. А раньше была система такая. Хотелось бы обратить внимание на активную работу министерства, вот программа была показана, по обеспечению доступности к самому современному образованию. Предпринимаются уникальные меры. В докладе они прозвучали, это международная программа «Балашах», студенческая мобильность, приглашение зарубежных преподавателей, внедрение полеязычия, создают необычные ситуации на рынке труда. Появляются специалисты совершенно новой формации. Раньше у нас такого не было. Более половины студентов ввели 270 тысяч студентов обучать на казахском языке. Впервые государство выделило деньги на перевод изданий на казахском языке учебнику в самом последнем поколении. К сожалению, надо признать, длительное время в вузах обучение обучали по морально устаревшим учебникам. Сегодня картина резко переменилась. И спасибо правительству, Сергею Михайловичу, вам лично, министру Жумагову, за то, что студенты сейчас пользуются учебниками ведущих университет мира, изданных в 2011, 2019 и даже 2013 году. И сейчас они переводятся. Предприняты очень большие усилия по существенным изменениям ситуации в вузах. Вузы меняются. Сегодня определят лидеры, середине очки и аутсайдеры. Ряд вузов пожелали объединить свои усилия. Такой подход встречает понимание. И более 20 вузов по стране находятся на стадии объединения. Я думаю, в ближайший период эти результаты будут известны. Позицию министерства, которая сформировала для цели общественного совета и обиломораторий на контрольные проверки, мы считаем наиболее конструктивным. Это создает нормальные условия для проведения такой непростой работы. В целом, нужно подчеркнуть, что генеральный курс главы государства на создание сильной системы образования и науки, опирающейся на растущие инновации, в настоящее время получает мощный импульс. Есть уверенность в том, что так она и будет. Об этом говорят результаты выполнения государственных программ за два года. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.